Книга, о которой сейчас пойдет речь, многострадальная, и выход ее затянулся, хотя должен был быть приурочен почти что к самой дате отставки этого персонажа. Как быстро практически в наших глазах то, что определяло нашу повестку и жизнь, вдруг становится чем-то населяющим мир призраков. В этом странном мире, мире не ушедших политиков, не исчезнувших легенд и мифов, Сурков занимает особое место. Он своего рода демиург этих полуисчезнувших, но все еще определяющих наше политическое бытие и сознание, идей, фигур, лиц, событий. Именно об этом и пишет Андрей Ашкиров в своей книге, о том, как Сурков готовился к своему уходу, оставляя за собой целую череду того, что Андрей называет аватары, которые, с одной стороны, повлияли на то, что Андрей Юрьевич называет сурковской пропагандой, вернее, даже не сам Андрей Юрьевич, а после знаменитой НТВ проповеди Григория Мелькальянца. Мы все узнали, что это так называется, сурковская пропаганда. И так вот, начиная с Тупака Шакура и заканчивая различными нобелевскими лауреатами, в том числе и Лилией Пригожиным, выстраивается некий полотно из аватаров, неких фигур, которые, с одной стороны, были проводниками, а с другой стороны, наделяли сурковскую пропаганду особого рода энергетикой. Я бы еще хотел отметить одну очень важную вещь – это дизайн этой книги. Дизайн книги воспроизводит саму сурковскую пропаганду в ее вывернутом виде. Причем дизайн касается не только обложки, картинок внутри, текста совершенно замечательных, выполненных в такой весьма специфической стилистике позднеперестроечного кича. Дизайн – это еще и некоторые элементы внутреннего оформления, дискурсивного оформления книги. Например, Андрей издал эту книгу «Москва, 13-й год», издательство «Скимень» от некого института власти, или он назвал НИИ-власть. Очевидно, те, кто знают о деятельности НИИ-митингов Александра Бигбола, понимают весь юмор Андрея, который он вкладывал в это самое понятие НИИ-власти, которое, естественно, не существует, которое существует скорее как некий такой же виртуальный образ и такой же аватар, как и такой исследовательский аватар, через который можно, например, запускать эманации квазиинтеллектуализма и интереса в публичное поле. Мы уже больше не говорим о президенте, мы не говорим о милиции, мы не говорим об оппозиции, мы говорим о власти и ее противниках. Власть приходит в наш дом в разных образах, но при этом ты сталкиваешься не с этим образом, а с некой властью. Власть оказывается чем-то обратной перспективой по отношению к иллюзии бытия у Променида. Власть – это окружность, которая везде, и центр, которая находится нигде. Ты всегда находишься на периферии власти, где бы ты ни оказался, а власть сама оказывается изнанкой бытия. Собственно, о том, каким образом это изнанка бытия конструировалась во время второго путинского срока и во время первого, наверное, срока Дмитрия Анатольевича Медведева, и написана эта книга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова